Миска, еще одна, Юми 9 866 рублей Ты все-таки прикоснулась к этой красной штуке Так, прям вот так вот даже, да? Мне уже начинает становиться плохо А можно по номеру телефона? Можно, диктуйте номер Те ребята, которые первые приедут, те их и заберут Привет, я Ани Мэджик Со мной моя собака Юми И мы в Питере, ребята Это вообще капец Мы просто идем Под дождем Это плохое начало для ролика Погодите Пуховик промок просто насквозь Жуткий ветер Позади меня, как вы видите, Исаакиевский собор Это значит, что мы в Питере Ю-ху С прошедшими вас праздниками И у нас тут как раз в Питере проходила новогодняя встреча Спасибо всем, кто пришел и опять надарил подарков И там на встрече кто-то мне сказал Ань, а сними такой челлендж Покупаю собаке все, к чему она прикоснется И я подумала, ну как бы это же все-таки человеческий челлендж А потом я узнала, что Джена Марблс тоже снимала с собакой такое видео И подумала, почему бы и правда не попробовать снять такое оригинальное видео Обычно мы с вами приходим в зоомагазин и покупаем питомцу то, что считаем нужным И на самом-то деле мы все правильно делаем Но я подумала, что все-таки будет интересно посмотреть, что бы купила себе собака сама Если бы ей дали такую возможность Уже Юми от ветра, от ощущения ветра куда-то поплыла Недолго думая, я нашла здесь в Питере наш любимый зоомагазин Пэтшоп, в котором я теперь покупаю все для своих питомцев И прямо сейчас мы с Юмичу отправляемся туда снимать этот челлендж Мы уже вызвали такси, а еще мне пришла гениальная идея Помните, у нас летом был квест по следам И я думаю, что мы оставим в этом магазине сюрприз для питерских зрителей Ну и ставьте обязательно лайк на это видео Если вам нравятся всякие такие интересные челленджи с питомцами Пишите свои идеи, подписывайтесь обязательно на наш канал Так, уже приехало наше такси Мы садимся Кстати, а питерский влог наш, многодневный Будет на нашем новом канале влоговом Magic Family Vlogs Посмотрите его там Мы заходим в магазин Ого, смотрите, какой он просторный Нам будет где-то разгуляться Здравствуйте Ну что ж, ребят Я тут не выпускаю Юмичу в магазин Она сидела в сумочке Девочки за ней следили Пробежалась по магазину, посмотрела Он очень большой Здесь товары есть для всех видов питомцев, грызунов Птичек, кошечек, собачек В общем, для кого угодно, хомячков То есть пространство такое большое Юме будет где разгуляться Так что выбор у нас действительно очень большой Я очень надеюсь, что Юме не скупит весь магазин Потому что получается... А, Юме уже пошла, уже пошла Потому что, я так понимаю, все, что она даже понюхает Это уже считается, что прикоснулась И, соответственно, мы посмотрим сегодня Сколько денег потратит Юмичу Юми дотронулась до вот этой курточки Она уже ее понюхала Погнали! Миска! Еще одна! Юми! Ставим наш челлендж на паузу на секунду Я решила, что, наверное, мелкие товары, которые Юми будет нюхать по пути Я буду сразу складывать в корзинку Вот, например, как вот этот комбинезончик Который она взяла с юбочкой такой Выбрала осенний Не знаю, для кого для себя Или для кого-нибудь из других собак Например, Софи 1417 рублей Здесь на нижней полке 12 мисок И она понюхала из них три Вот эти вот три подряд За 48 рублей Ну, в принципе, недорого, хорошо, ладно Еще одна двойная за 357 для кошек То есть о Кисе, Алисе, Юми тоже подумала И вот такая вот, видимо, розовая мисочка для Софи за 192 Хорошо, что здесь есть корзиночка в магазине Я прямо ее вот так с собой возьму и буду их складывать А большие предметы мы просто потом подсчитаем И принесем вот сюда к девчонкам на кассу Все, теперь я разобралась, как мы будем поступать Погнали дальше Извини, Юмичу, что я прервала твой челлендж Вперед, пошли Да, 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 это твои товары Ааа, я не успеваю за ней следить Так, покемон, покемон пошла вот сюда Что удивительно, Юми не нюхает пока никакие корма Ааа, она понюхала вот эту вот большую розовую лежанку И еще одну вот эту вот Что, Юми, зачем тебе это? Она просто идет и практически каждую вещь, которую она видит, она нюхает Получается, что все это нужно успевать снимать Просто как знаток розового цвета Прикоснулась к вот этой вот розовой классной лежанке Рокс Достаточно большой Она так сразу на четверых, я так понимаю, брала Розовый цвет, это цвет канала Magic Family Она такая, да ладно, для всех Нас как раз подойдет такая лежаночка для всех песиков Ну, да, 5191 рубль, отлично Еще и вот эту вот леопардовую такую треугольную лежаночку Я так думаю, она позаботилась о своей подруге Киссе Алисе Неплохое начало такое, да, покемон? Наверное, она решила, что Кисен Алисин туалет ей маловатый Поэтому просто решила взять вот такую вот просто ванну огромную для нее За 1463 рубля Спасибо, Юми Пока Юми присела, оглядывается и ни к чему не прикасается Я быстренько скажу У меня сейчас такое чувство, знаете, как я какая-то мамка Которая такая, покупай все, что хочешь Сказала ребенку А потом такая думает, блин, зачем я это сказала? Потому что он выбирает все самое дорогое Он берет побольше, как любой, кому дали возможность такую И уже думаешь, не совершила ли я ошибку? Почему? Скажи, за что? За что ты это делаешь? Короче, она понюхала, прям конкретно так прикоснулась К вот такому вот дому кошачьему За 9866 рублей Это такой вот большой дом-когтеточка С кучей лежаночек и домиков для кошки С вот таким вот канатиком Почему, Юми, почему не выбрала хотя бы вот это Вот за 5 с лишним тысяч Тоже когтеточка? Ну, нет, надо было выбрать самое большое Ладно, идем дальше Я хожу хвостиком за Юми Чу И слежу, к чему прикоснется ее мокрый нос в следующий раз На удивление, вот в отделе с кормами Юми проходит практически мимо всего То есть даже не прикасается Ну, неудивительно, да? Понюхала дверь Юми, ты, надеюсь, не хочешь, чтобы я купила тебе дверь? Что там такое за этой дверью, а? Что там тебя интересует за этой дверью? Покемон Там явно что-то очень интересное, видимо, для нее И еще один выбор нашего покемона Да, это опять лежанка Это опять лежанка Юми, зачем тебе столько лежанок, скажи мне За 2391 рубль вот такая вот красивая, мягенькая, темно-синяя лежаночка Рокс Да, Юми, ты и огнетушитель с собой хочешь забрать домой? Ну что ж, в этом отделе Юми больше... Я хотела сказать, ничего не хочет Но она потрогала все эти игрушки Вот эту вот Она же тебе большая, куда тебе такая? Это для большой забаки, посмотри Вот этот вот... Вот это вот тебе подходит Вот такой вот розовый ботиночек заинтересовал Юми Тоже Ботиночек, кстати, очень прикольный, классный И из вот этих двух игрушек она прикоснулась к такой вот лисе За 361 рубль Кто это там такой? Кто-то в магазин пришел Что? Что там такое происходит? Кто это? Здравствуйте Да что вы говорите? Мы уже практически опустошаем полки в магазине С той стуковаростью, с которой Юмичеву завершает покупки у нас Но ты все-таки прикоснулась к этой красной штуке, я видела Хорошо хоть на нее скидка 20% Покемош, двигаемся дальше Что еще? Что еще ты собираешься тут выбрать? Так, здесь неинтересно, окей Так Спасибо, Юми И что это у нас тут такое? Самый оригинальный выбор Я видела Погоди, погоди Я покажу ребятам твой выбор, спасибо Я увидела, как Юми коснулась носом вот именно этого ошейника Видите, остальные не качаются Вот он даже покачивается до сих пор Это вот такой вот ошейничек за 417 рублей Из вот этих вот трех лакомств, которые здесь висели, Юми выбрала вот эту вот именно косичку Она ее понюхала, ее она заинтересовала Причем, смотрите, вот здесь есть за 480 лакомства А она выбрала подороже, за 500, да, Юмичу? Ну она же тебе даже большая Как же ты ее есть-то будешь? Ты же ее полжизни будешь грызть Я еще подумала, не надо ли было засечь время, чтобы можно было это делать только на какое-то количество времени, а не бесконечно Но сделать это довольно сложно, потому что Юми все равно постоянно возвращается туда-обратно от одной полки к другой Она еще продолжает выбирать Так, мы продолжаем двигаться Мне надо было сзади идти Сзади покемона Так, вот здесь в кошачьем отделе игрушек Юми задела вот эту вот розовую за 788 штуку Что это вообще за штука такая странная, а? Смотри, непонятная штука Это такая игрушка, которая... Да, да, мой имон, смотри И вот такая когтеточка, такая палка с канатом, которая прицепляется, я так понимаю, на стены Что еще ты хочешь выбрать? Ты решаешь, куда пойти, в какую сторону, в какой отдел тебе двинуться дальше, да? Да, Юми, отличный выбор Прям вот так вот даже, да? Ох, это, конечно, шикарно домик за 5000 рублей Вот такой вот красивый домик выбрала Юми А еще ее очень интересует вот этот столб Юми, что, дай-ка я тебя подниму на лифте вот сюда, чтобы ты ни к чему больше не прикоснулась пока что Я думала, что самая основная проблема, с которой мы столкнемся в подобном челлендже с собакой Это то, что независимо от размера, маленькая или большая собака Ее выбор будет ограничиваться только тем, что лежит на нижних полках Потому что она же не может залезть наверх, как человек Но, с другой стороны, в человеческом челлендже тоже Человек скорее трогает то, что перед ним, а не то, что там где-то в ногах С третьей стороны, дополнительным плюсом оказалось то, что в магазине разложено все так Что если есть игрушки наверху, вот там вот, то они есть и внизу Точно так же, как если есть поводки наверху и ошейники То они есть здесь внизу, рулетки и ошейники Точно так же лакомства, миски и весь выбор организован так, что и лежанки И одежда, да, и домики И весь выбор организован так, что в любом случае Юми могла прикоснуться к игрушке, лежанке или чему-нибудь Господи, что ж ты такой лизун-то, покемон И выбирает, и покупает все подряд Потому что так уж устроен собачий организм Чтобы понять, где она находится и что происходит вообще И что вокруг нее В первую очередь собака использует нос, а не глаза и не руки, как мы люди Иди сюда Ну что, Юми что, обошла весь магазин И ты уже пошла, да, я так понимаю Типа ты оплачивай, а я пошла погуляю Надеюсь, не очень много Сейчас посчитаем, потому что наш челлендж закончен Ой, я только что заметила, смотрите, какие адреснички тут можно выбрать И гравировку в подарок за две минуты сделать Класс! Вот Мария, сотрудник магазина Поджопру, будет сейчас собирать Юмины покупки Вот это вот розовая лежанка большая А сейчас, ребята, мы будем все это считать И мне уже начинает становиться плохо Вот тогда же возможность ребенку потратить деньги Так просто сделает родителей нищими Больше ничего не выбирай Вкусняшку взяла себе перекусить, дорожку, да, Юми что? Стоит такая, правда, ждет Часть из этих товаров со скидкой, да? Со скидкой, да Что ты хотя бы выбирала товары со скидкой Мы дали возможность собаке выбрать, что бы она купила сама И в итоге Юмичу потратила 25 тысяч... 25 тысяч 509 рублей 25 тысяч 509 рублей Вот это все стоило На самом деле, если честно, я скажу, ребят, что у нас уже очень много товаров для такой цены Все, я собираюсь оплачивать наши покупки Карта наша бонусная есть? А, у меня есть ваша карта бонусная, но я ее дома забыла А можно по номеру телефона? Можно, диктейльный номер Супер 341 бонус, это 341 рубль Давайте списываем Еще, кроме скидки, у меня еще 341 бонус, оказывается, есть Все, отлично Ребятки, смотрите, а это отдельно для вас подарочки упаковали Мы оставили вам в магазине Pet Shop.ru на проспекте художников 10, корпус 1 Те ребята, которые первые приедут, те их и заберут Вот такой вот для вас небольшой квест Все будет оплачено, вы забираете эти подарки от нас абсолютно бесплатно Приезжайте, просто говорите, что я посмотрела ролик Анимэджика, хочу забрать подарок для своего питомца, который выбрала Юмичу Я надеюсь, вам понравился наш такой челлендж Если да, то ставьте лайки и пишите комментарии, какие еще можно придумывать вот такие вот интересные челленджи с животными Мы были вот в этом магазине Pet Shop.ru Оставили вам тут подарочки И погнали домой, увидимся скоро в новых роликах Пока!